короче вернемся к нашим новостям снова повторяю что сегодня у нас понедельник 10 января 2022 года второй день соревнований и уже у нас есть чем радовать зрителей большому нашему счастью по поводу сегодняшнего дня как прошел день после завтрака судьи отправились на взвешивание и так как я решил посетить первую очередь пляж шизав то я выехал судейской бригады которая поехала как раз туда это был миша и лацкий я правильно помню а вот кто с ним был серёга маленький и по-моему миша кубан приехали туда я поснимал немножко сделал эфир из сектора команды из пираты и z после этого уже пошел делать просто эфиры чтобы поснимать у команд я снял нормально в девятом секторе почему-то у меня возникла проблема со связью в секторе помпий я не знаю почему но фейсбук отказывался просто запускать эфир писал что нет соединения хотя вроде как интернет был ничего страшного в общем то я обошел тут я у них я снял просто видео которое я потом обработаю уже выложу на фейсбук я не буду делать сейчас потому что видео не маленькая и загружать его с телефона достаточно проблематично то есть можно конечно ну займет много времени делать ему upload поэтому же те кто очень хотел видеть помпе извините увидите его потом ну может быть на фотографиях если он захочет сфотографироваться с рыбой мы знаем что он вообще не любит фотографироваться сам шляпу снимать я снял стримы сделал шизофротом пока я закончил там снимать пришло в это время обеда некоторые товарищи мне сказали срочно ехать на обед иначе я стану без обеда а так как печальный опыт у меня уже есть то я естественно бегом прыжками помчался назад пообедали и я решил что раз уж пошла такая пьянка и на цинбери я не попал ну так заеду хотя бы на этот лавном курсе поехал я туда поснимал я тоже как бы всех секторах на лавном курсе причем как это было и на кубке произошло так же сейчас фактически в каждом секторе куда я приходил делать стрим взятом была поклевка не всегда далеко это был карп в большинстве случаев это был усач либо сон либо в принципе был незачетный карп нескольких команд вот но также вот был и зачетный карпат я когда снимал у команды нашей молдавской команды кошер байтс или sonic team вот поэтому как бы многие команды даже на это внимание обратили и сказали что уж для почаще заходил потому что когда захожу какой-то движняк происходит что-то там происходит пока я ходил по главном курсе приехал один из ведущих журналистов газеты арыц который очень сильно вообще впечатлился вообще всем этим нашим обществом спортивной рыбалкой соревнованиями то есть для человека который просто жил в лишнем лице он и никогда даже не вздумался что есть такие вещи как спортивная рыбалка для него это был шок и он реально впечатлен он реально хочет написать какую-то большую статью интересную по поводу нашего движения для нас вы понимаете это очень важно потому что илюша у вас кончился какой растворимый и черный потому что у меня в машине лежит сумка которая из зала не насколько я помню есть это ребята извините у нас тут по ходу идет сразу переписка идет из судейским чатом точнее суде присутствует здесь на стриме ребята там судейском лагере у вас там как говорится ничего не светится там у вас есть молодых куча давайте пошли ты пусть придут только не во время эфира до мента понесло в чате если вы заблокировали короче он как раз приехал на дугит и позвонил и сказал что он находится в секторе у карасиков и если я могу чтобы я подъехал потому что он хочет дать мне пару вопросов поэтому я быстро закончил берег приехал на дугит встретился с корреспондентом заодно там был еще один фотограф который очень хорошо знаю давно много лет он классный фотограф насколько я помню он из кибуца ингеф в общем-то пообщались не поспрашивали ребят то есть видно было что человеку реально интересно все все что происходит он пообещал приехать завтра тоже прошло хочет опять же дальше поснимать поснимать и в суде и взвешивание ну чем есть чем заняться потом с утра я скажу буду с ним потом надеюсь когда он уедет я поеду тогда уже дальше посмотрим куда либо на север аманун хукок либо на запад посмотрим кеша по поводу настроя команд смотри опять же те команду которых есть рыба них настрой более менее нормальный есть команды которых настроение не очень хорошее по причине то что рыба то них полно вывести они не могут та же команда royal carp например шикарный сектор а мне был когда-то лев ну как бы не совсем там потому что вода очень высоко так вот не было очень много поклевок но вывести они смогли по моему одну рыбу или две то только после того как они смогли смогли нащупать как они сказали какую-то канавку которая проходила через вот те самые зацепы где не оставляли всю дама и рыба есть сейчас у всех есть небольшая разница команду которой есть извиняюсь 30 рыбе команду который со дна рыба согласитесь немножко разница небольшая поэтому естественно у команд настроение разное у кого-то получше круто похуже но таблица которую мы выставили сейчас и в принципе для тех кто смотрит могут ее увидеть сейчас на экране эта таблица после вечернего взвешивания вы видите насколько все изменилось буквально за полдня после утреннего взвешивания уже изменения произошли команды которые были выше спустились вниз и наоборот вы знаете прекрасно что именно в этом есть весь кайф нашего галейского карпа о том что здесь каждый день происходит радикальная смена позиций вообще как бы команда которая занимали первые места могут упасть вообще там на 4 5 6 и дальше и наоборот команды которые были вчера с нулем до того команда бинга молодцы раскусили свой сектор и моментально начали плющить да они пока не догнали команду wildcarp но извиняюсь не очень близко они буквально наступают им на пятки и дышат им затылок я не удивлюсь то есть завтра на утреннем взвешивании все опять же поменяется поэтому это прикольно даже когда-то я помню у нас мы делали типа тотализаторы но это не тотализатор делали ставки как бы какая команда победит стать его тоже вы можете это сделать и сейчас в чате написать по вашему мнению какая команда займет первое место а потом когда уже это произойдет мы поднимем эту запись и посмотрим чат и мы там увидим кто чё предложил может даже какой-то придумаем почему бы нет будет прикольно хоть какое-то разнообразие в жизни день в общем-то был замечательный с точки зрения погоды днем было ну реально жарко солнце припекало а сейчас вот ребята скажу выйти на улицу уже проблемно потому что по ощущения на улице грался 8 не больше меня слава богу в этом домике он небольшой я тут дышу очень активно поэтому здесь не так холодно как снаружи но на улице прохладненько так что хорошо команда престиж вот уже пожалуйста один претендент есть были о вашей команде сегодня я думаю ты смотрел этот стрим который я снимал опять же женька герой для тех кто не знает жене у нас там стрещины в колене был гипси сейчас он ходит в специальном устройстве которое фиксирует ногу и при этом умудряется бегать кп на поклевки даже вываживать рыбу так что там все нормально по поводу секторов смотри саш я был сегодня у карасиков то есть я был свинью юкилиса и он сказал что сектор сектора выбрали правильно угадали секторами единственное как бы что осталось взять это угадать с погодой я сказал что на самом деле надо намного больше перемены потому что кроме погоды надо еще угадать уровень команды которая попадет в этот сектор угадать с прикормкой угадать очень это вот оль ты не обращай внимание на сашу они там это вечер как бы у нас после ужина у судей обычно веселье идет них нам новый год не прекращается уже но не знаю сколько времени судя по всему прекращаться не собирается поэтому несут всякую хинею винту главное чтобы все были сыты и довольны этого он достигает действительно все сыты все довольно завтра у нас вторник этот день когда обычно по статистике уже ко второй половине начинается реально расклёвываться у многих команд команды разгоняет сектора да рома я с тобой согласен факторов этих миллион кроме секторов естественно так что будет интересно поэтому внимательно следите за таблицами не обижайтесь если вам кажется что таблица не выставляется те кто смотрит те кто интересуется должны понимать таблицы выставляется в тот момент когда судьи заканчивают взвешивание эти таблицы попадают протоколы попадают к нам раньше они не могут никак выставиться эти протоколы и на поэтому если суде заостревают секторах а такое бывает часто посмотрите на результаты команды той же команды bingo или wildcard я извиняюсь взвесить такое количество рыбы если даже на каждую рыбу тратить в среднем там не знаю по пять минут то ладно пять минут это может быть я загнул хотя и пять минут тоже по надо рыбу вытащить надо рыбу положить на мат надо рыбу взвесить до этого весы сумку надо обнулить воду с ним слить потом на рыбу эту вытащить вместе сумкой и выпустить в воду вынуть следующий тогда там реально пять минут на рыбу это нормально 30 рыб посчитайте сколько это может занять к примеру одновременно и такое а такое ну 30 у нас конечно не было за один раз потому что по-любому у команд среднем по 8 мешков плюс-минус и мы разрешаем в одном мешке не больше двух рыб весом до двух килограмм так как основная масса это как раз карпа небольшого размера то максимум что может быть одновременно в мешках это получается 12 даже 12 это час на взвешивание согласитесь поэтому харькина маслята кстати твоим маслятам был высказан как сказать восторг сказали что у тебя очень вкусная маслята это народ потребовал рецепт засуну но это так вот завтра не по погоде не знаю давайте сейчас глянем на одну секунду я тут как бы переключусь на наш винт гуру посмотрю что они там говорят ну что они говорят завтра у нас не жарко кстати завтра завтра по вингуру 17 дней 17 градусов днем получается сильного ветра нет ветер вообще какой-то силой облачности тоже нету до среды до 9 утра в среду вообще ясно небо солнечно но поэтому и холодно ощущение до 8 градусов ночью потом небо затянет облаками по прогнозу в ночь где-то ближе к вечеру в четверг начнет что-то там покапывает 0,1 десятая миллиметра в час это дождем назвать очень сложно как бы но единственная проблема о том что такое вот будет вплоть до окончания соревнований по прогнозу до пятницы соответственно собираться командам возможно придется по мокрому не очень приятно согласитесь вот как то так то есть соревнования проходят стандартном режиме никаких особых скандалов конфликтов ну кроме там каких-то мелких нарушений в секторах нет те команды которые я обошел с которыми разговаривал все довольны соревнованиями все довольны своими секторами все считают что они свой сектор раскусят обязательно и без него выжимал по максимуму вот поэтому я у него реально очень интересно будет посмотреть чем все это закончится я имею ввиду ближе к финалу вы знаете тоже от ради интереса возможно тут что называется сидим мы можем посмотреть у нас прошлый галийский карп прошлый галийский карп у нас правда было 19 команд это первый день у нас был второй второй день вечер давайте глянем что у нас там было до интернет тут извиняюсь нехти ну в принципе принципе где таблица вот вечерняя таблица у нас нет ну немножко разница небольшая есть да я согласен на прошлом галийском карпе на второй день турнира получается вечером уже было 800 чего получилось ну да логично 800 килограмм рыбы ну извините нам до 800 килограмм очень далеко по крайней мере пока так что нас пока тукан по моему получать до 258 килограмм до рыба мельче и и явно меньше ну не знаю посмотрим что будет ближе к среде дабы пресечь вот этот бесконтрольный флуд в чате этого стрима и учитывая что мне через 15 минут делать стрим на иврите я предлагаю всем побыстрее сделать ставки чего там кто кого даст да нет прошлый галийский карп не был рекордным рекордным был за два до него а мы взяли где-то на 100 килограмм больше то есть если прошлое мы закончили нас было по моему там тонна 700 чем-то то два года до этого был тонна 800 зато он не был рекордным и он не будет рекордным по одной простой причине размеры рыбы из-за того что кенеры два года очень высоко и карт очень бурно невестился эти два года наплодил до офигища мелочи это мелочи просто тонны здесь в водоеме и это это мелочь она вас очень активно и клюет поэтому многих команд огромное количество поклевок но при этом зачетных рыб 1 2 из 10 это в лучшем случае поэтому и получается что у нас как бы из-за того что размер рыбы в среднем уменьшился по сравнению с там два года назад наверно мы не сможем побить никакой рекорд но нам не гонится за рекордами нам главное что все команды нормально отловились чтобы все команды были довольны чтобы все более-менее пошло без эксцессов до оль года через два даже не через два принципе же через год рыба который сейчас весит кило кило двести она будет уже весить около двух килограмм два килограмма это уже те же 10 рыб это 20 килограмм по отношению скажем к 12 килограмм сегодня разница уже сразу 8 килограмм на этом количестве поэтому ну понятно через два-три года естественно если то рыбу не выловит наши любители и промысловики то да как у нас есть шанс нормально половить как карпов трешек четверок пятерок и действительно сделать хороший турнир а еще плюс тому что обещают опять же засушливые года как бы мы прошли уже очередной этот шестилетний пик вода будет уходить развода будет уходить соответственно будет приближаться наши любимые бровки вот и тогда опять начнется хороший клевную намного будет проще выбирать сектора вот всем огромное спасибо кто присоединился к этому как назвать господи меня уже все слова перепутывается в голове русский вид английский и к этому стриму к этим новостям следите за новостями на сайте и срофиш на фейсбуке youtube я буду уже загружать что-то после соревнований так что вы там где-то между собой сами разбирайтесь только му коньяк привезет а мы пока пошли готовиться к следующему стриму потому что надо хотя бы горло промочить чем-нибудь вот всем спасибо кто смотрел а кстати гена тебе отдельный респект от подожди какая команда просила передать тебе огромный респект какая-то из команд из наших реально просила тебе сказать что ты им очень сильно помог всем чем могу вещами и короче там где там пили такие дифирамбы вот склероз забыл название команды но было вот сема спасибо тебе за карпа ну ты точно помнишь они какие-то долбанутые помню карпа ну ты да извините если кого обидел ну по-моему название команды говорит само за себя ладно еще раз всем большое спасибо на самом деле чат и так помимо может продолжаться уже после того как я закрою трансляцию так что вы можете там себе развлекаться всем привет и и Продолжение следует...